Нормальная плановая подготовка к зиме должна начинаться уже в момент окончания предшествующего отопительного сезона. Она включает в себя множество мероприятий, среди которых погашение долгов перед ресурсными организациями, профилактика магистральных и внутридомовых теплосетей, оформление паспортов готовности объектов к осенне-зимнему периоду. Мы сейчас опять на Одинцовском районе прокатаем так, как мы дальше будем всех заслушивать. Значит, первое – это паспорта готовности к зиме. Далее мы по ресурсникам смотрим, какие были оплаты, были ли они вообще. В протоколе сегодня также будут участвовать теперь уже цифры не только Межрегион ГАЗ Москва, а и МОЗ Энергосбыт. Подобные совещания проводятся во всех муниципалитетах области. В Одинцовском районе оно уже третье по счету. График подготовки к зиме плотно контролируется областным правительством, профильными надзорными структурами и даже правоохранительными органами. Вы пишите в паспорте этажность дома 10, фактическая этажность дома 14. Это первое. Второе курьез – это дом у нас газифицирован, вы показываете в паспорте, что дом не газифицирован. То есть, еще раз говорю, соблюдение всех соответствия паспорта тому фактическому состоянию дома. Один из основных вопросов – расчеты предприятий ЖКХ с поставщиками ресурсов – тепла, воды, электричества. Для решения этой проблемы в Подмосковье запущен проект областного ЕИРЦ – единого расчетного центра, который должен собирать платежи с населения, расщеплять их и перечислять ресурсоснабжающим организациям. Одновременно с совещанием представитель регионального ЕИРЦ провел для местных журналистов пресс-конференцию, на которой было отмечено, что пока работа центра еще, мягко говоря, далека от совершенства. Есть некое недоверие к МОСу Блуирцу. Сегодня было озвучено, что собираемость не очень высока, не все готовы. Получив единый платежный документ, установленный правительством, сомневается, что за организация, а стоит ли платить. То есть некая информативность, наверное, о том, что компания крупная представляет, в том числе и, ну скажем так, правительство Московской области. То, что ей можно доверять, и то, что, в общем-то, компания создана для того, чтобы появилась некая прозрачность. Как раз прозрачности работе ЕИРЦ пока и не достает. Огромные, мелким шрифтом заполненные квитанции, в которых порой сложно разобраться даже профессионалу, недостатки в программном обеспечении и информационном сопровождении, слабо развитая сеть представительств. Эти и еще ряд существующих проблем необходимо немедленно решать. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.